Все, таможню прошли, станция Кайрак называется, ну и как обычно, шмонали одного меня, вон бабульки лежат, они даже, их даже не разбудили, да. Все, я в Костанай, метель пошла, конкретная, сейчас только. Это я греюсь, здесь тепленько, хорошо, как возле костра. Оттуда сыпет снег, весь там вот в снегу. Блин, уже все снегом заметено, блин. Окошко маленькое не совпало. Никто не ходит по вагону, все лежат. Потому что холодно, я тоже лежу. Проводник. Ходит по вагону, спрашивает, кому нужен билет. Он должен их просто отдать. Странно. Вот это контрабандист. Тут, оказывается, открывается, лючок какой-то. Они там какие-то вещички прятали. Так, а где мои? Вон она. Тут какой-то лифт, оказывается, есть. А, вон. Ну, короче, какой-то новый вокзал, я смотрю. Что-то тут написано. Прикольно. Новенький. Вот такой, жёлтенький. Всё. Касса недалеко. Вот они. Ну, вокзальчик такой, новый. Ну, мрачноватый. Мрачная невезуха. Подхожу к кассе, пытаюсь что-то сказать. Мужик тут же на этой телеге свою. Жужжит. Блин, я её не слышу, ни хрена. Сервис? Хех. Туалет бесплатный. Обалдеть. Ну, правда, вот эти ни хрена не автоматические. Надо рукой. А. Сушилка. Крутая. Сушилка. Супер. Походу, придётся мне здесь торчать два дня. Билеты только... Причём сидячие. Туда, оказывается, пустили на наш Ускаман только какой-то Альга или Тальга. Испанский поезд. Идиотский абсолютно. Он маленький. Для лилипутов. Я со своим великом туда просто не влезу. Вот так. Но тут есть какие-то розеточки. Может быть, они работают даже. Да. Так что два дня я буду кантоваться вот в этом кислом, тёмном здании. Чуваки даже меня не спрашивают. Нажали, поехали. Менталитет маркило. На какой этаж хочу? Они на слой нажали. Так, пытаюсь найти ещё кассы. Где-то в том конце я на лифте приехал. Это четвёртый этаж. И вон в тот конец мне надо идти к кассам. Вот с этой хернёй. Это капец. Это полкилометра точно. Вот так эта бодяга выглядит со стороны, в которой я нахожусь. Вот он, центральный зал. Я сейчас здесь. Хрен знает какой он длинный. Вся эта мать её конструкция. Но здесь капец как. В общем, трындец. Я попал бегать здесь. Короче, я оказался вообще где-то в степи. Вон там где-то город вдалеке. А здесь ни хрена нету. Ничего. Вот тут стройка как-то идёт. Всё. Тут ни магазинов, ничего. Мне здесь два дня торчать. Вон там где-то внизу сотрудник вокзала. Чёрт его знает. На той стороне так же. О! Вот так вот. И тут сотрудник вокзала на этой стороне. Степь! Мать его! Степь, блин! Ничего нету. Кроме степи. Как я сюда попал? Почему не на старый вокзал? Хрен его знает. Вот так вот. Вон с того эскалатора я спустился. Вот сюда я выхожу. Охренеть сервис. Дверь сама открылась. Бывает же такое. Ну-ка я здесь пройду. А то она сейчас начнёт крутиться ещё. Ну-ка. Эх! О! Оба! Вот так вот. Понты это всё серьёзно. Но я не на улице. То есть я не на это. Это я ещё где-то там колупался по этим высоким эскалатором. Это ещё не всё. Улица вон там вон. Вон она. Это надо дойти вон до тех стеклянных ящиков. И там тоже они есть. Вон она. И это спуститься вниз. Тогда только ты окажешься на улице. Вот так вот. Охренеть. А бабка какая-нибудь. Да она по этому вокзалу сдохнет пока. Дойдёт хотя бы до этой. Не говоря уже о том, как на вокзале шастать. Ё-моё. Вот сделали, а. Херню-то, а. Это ужас. Степь, блин. Пацаны, степь. Вот какие-то стройки идут. А там ни хрена нет. Всё. Степь. Сука, я где-то в степи нахожусь. Вот баба мне подлянуто подсунула. Это за то, что я обозвал их поезд Кальго. Дебильным что ли. Но он действительно дебильный. Закупили же это Кальго чёртово испанское. Вот так вот. Сначала думал они не работают. Потом подходишь вот так вот. Оп. И он поехал. Далеко-далеко. Цветочки какие-то. По мне туда. Итак, я внизу. Астана. И вот эта штука. Огромная. Огромная штука, мать её. Я где-то здесь. Нет, вон там он. Чуть-чуть в стороне. Хрен знает на каком-то высоте. Этаже. Он там называется, по-моему, четвёртый. Ну, короче, что тут степь. Степь, степь. Я по навигатору посмотрел. Это далеко всё. Я себя чувствую как в блокадном Ленинграде. Житель. Всё. Два дня. Как хочешь. Как хочешь, так и живи. Короче, мы входим в вокзал. В вокзал. Входим. Дверь. Вот эту дверь вот так вот. Воп. Это ни хрена не вокзал. Как оказывается. Это, чёрт-то знает, какое-то помещение. Тут машина ездит, пахнет выхлопными газами. И всё такое. А мне куда-то, куда-то сюда. Да. Сейчас меня будет шмонать. Вот оно. Вот они, пацаны. Короче, мы прошли этот мини таможенный контроль. Теперь мы идём в лифт. Лифт. Где-то здесь, короче. Вот тут вот. Ну всё, мы вышли. Вот оно, мой. Короче, поход длинный. Вон там, вон, пресс-конференция. Похоже. Хе-хе-хе. Это они, там, зарядка телефонов есть. Ну всё. Вообще крутят. У меня остался вот этот вот штук. Кола. Ну и бублики. В камеру хранения знал. Бесплатно. Офигеть. Тут вообще кайф. Тут Wi-Fi есть, бесплатный. И зарядка. Ну, зарядка и там, и там. Да и везде розеток полно. Вот так вот. Вот так вот. Оп. Город где-то вдали. Короче. Жрать тут тоже нельзя. Я только присел. Вот, типа, на таких стульчиках. Подходит, говорит, нельзя тут кушать. Надо там, короче, столовки. Вот здесь у столовки. Ну, просто столы стоят там, в центре зала. Что-то я посмотрел. Кислое это занятие, конечно. Сидеть там как-то. Яму, наверное, пойду. Сейчас вон там, вон, какой-то речка течет. Пойду туда на речку. Там он где-то. Вот где автобус идет только туда, дальше. На природе, так сказать. Главное не заблудиться в этих катакомбах. Тут вообще капец. Вон там где-то наверху столы. А мы едем вниз. Куда-то туда. Но это еще хрен знает куда вниз. Хоп. Теперь на лифте. Потом еще куда-то, потом еще. В общем, долго. Блин. Пассажирам он с тяжелым грузом вообще тоскирует. Ну, у меня пока не тяжелый груз. У меня только рюкзачишка. И вечная бутылка вот этого. Ну, и теперь куда-то оттуда. Вот так эта штука выглядит в отдалении. Вот такой прудик. Да. И что-то подойти здесь не очень. На той стороне может быть. О, какие-то пацаны тут бегают. Эй. Вы что там? Вот такое. Вот так вот. Ильшат подарил мне борщ. Буздякский продукт будем кушать. На лоне природы. Ну и на лоне вон этой кочерги. Которую там построили. А что? Нормально. Правда, температура как-то так. Маленькая. Ну, градуса два, наверное. Ну, ничего. Но все-таки теплее, чем вчера. Вчера вообще минус было. У меня тут пенопластовая седуха. Попе тепло. Правда, такой мелкий дождик идет. Паршивый. Но борщ вкусный. Такой он концентрированный. Но вкусный. Я понял, что у меня уже нет. Не светит ни хрена. Я думал в поезде. А в поезде там сидячие места. Я взял на сидячий, да. Так что... А там ни хрена нету, по-моему. Вот. Так что... Жрать я хочу. А на этой штуке, кочерыги, которые там... Там... Вообще не вариант. Покупать. Ну, все, Наня. Половину оставлю. Эта крышка плотно закрывается. Железная. Как ни странно. Ее чуть-чуть так бац-бац-бац отогнешь. Бац. Все. Намертво. Хорошая штука. Да. Призводом. Ну, все. В общем, я собрался. Покушал. Уже что-то темняется. Да и дождь как-то пошел хорошо. Правда, он как-то временами переходит в снег. То снег сыпанет, то дождь. Непонятно. Все. Идем. Назад. Хе. Они тут пересыпали. Здесь прудик. И здесь кусман. Наверное, они его засыпят вообще. Скорее всего. Охрен знает. А может, не засыпят. Вот, блин, нонсенс, да? Сделали. Вроде там такой хороший гламур. Все. Жри, не хочу. Но вот не хочу что-то. Нормально так. Приехал на своей машине. Хе-хе. Вот здесь поставил машину. И колбасишь вон туда вон. О. И там еще внутри километра наматываешь. Нормально. ЖД вокзал для спортсмена. Явно. Ну, ни хрена себе. Да. Ночной. Астана. И здесь какие-то катакомбы. Ой, длинное здание. Блин, мне везет на погодку такую. Мега. Мега мерзкую. Снег идет. Ну, он, конечно, тает. Так как земля еще теплая. Но снег. Снег кружится. Боже мой. Октябрь. Месяц. Раньше в трусах ходили. Загорали. В это время. А тут, блин, погодка. Это вот потому что я еду. За всей этой... Ну, типа, красивостью. Как-то стоит... Не очень как-то все это. Во-первых, ночью... Куча ходит. Вон там он по залу ходит. Вон он, чувак. Вон он пошел. Это он здесь. В этом зале. Вот здесь тоже будут шастать. О! Нифига себе, девушка спит. Странное дело. Ну, ее разбудят, конечно. Короче, куча сотрудников шастает. Туда-сюда. Они везде. Везде. Кругом. И... Как бы... Вся их функция заключается... Вот девушка стоит. Она смотрит за тем, чтобы люди не спали. Не знаю, почему это. Ну, вот так вот. Какой смысл от этого, не пойму, думаю. Всех ходят, будет. Будет, будет. Вот. Всех. Будет он почему-то выборочно. Вот люди спят. Вот. Вот спят. Вот эту он взял, разбудил. Странно. Почему? Хрен знает. Ну, вообще. Не дай Бог кому-нибудь оказаться здесь на ночь. Это труба. Это как западня. То есть тебя... Ну, я же не знал, что это новый вокзал-то. Мне дали билет. Вот. Астана. Приехал. До Астаны. Все. Капец. Да, что я не уехал, потому что... В смысле, я же сдал багаж. Ну, хрен бы с ним. Можно было уехать на автобусе. Но... А куда уехать? Нужно было срочно приехать, потому что багаж тут сдается менее чем на сутки. То есть его сейчас надо, как бы, вытряхнуть утром. Ну, а потом, наверное, опять положим. На сутки. Так что... Ну, блин. Тут везде видеокамеры. О, уже идут. Вот они, видеокамеры. Вон они, наверху. Они сейчас на меня посмотрели. Вот этим дали команду. И они ко мне шпарят. Да. Да, жрать здесь тоже нельзя, кстати. Я вот сейчас сало достал, конечно. Я сейчас быстро откушу хлеба, сало, прожую и спрячу. Потому что сейчас придут. Потому что меня видеокамеру смотрят. Ну, вот какая-то уже ша стоит там. Сейчас посмотрим. Блин. Я тут еще какой-то этаж открыл. На лифте вылез. Что-то куда-то не туда вылез, я понял. Ой. Лифт мега идиотский. Стою уже две минуты или три. Он туда-сюда ползает, не пойму когда. Ну, короче, снежок уже припорошил. Маленько. Здесь он тает. На траве нет. Но самое главное не в этом. Это вот одна сторона вокзала. Ну, короче, это обратное, что ли, как сказать. Это у нас помещение. А чего он не закрыл-то, паразит. Вот. Что самое интересное. Здесь стекла без стеклопакета. Просто одно стекло. Вот. Ох ты, господи. Ну, в общем, одно. Вот оно видно, что оно одно. Сейчас пойдем на ту сторону. Вот тут такое большое помещение. Вот там. Вот там та сторона. Вот там помещение уже вокзала. В любую дырку заходи, тебя там будешь манать. Вон он сидит. Карифан. Сколько их тут, хрен его знает. Зачем столько дырок понаделали, не знаю. Что интересно, поезда ходят. Вот это уже уровень земли. А поезда ходят вот там, вот. На втором этаже. Ха-ха, блин, прикольно. Здесь тоже снежок. Это уже вторая сторона. Другая в смысле. Вот. Но это уже второй этаж. Там я был на первую, это второй. Поезда приходят, как ни странно, не по земле, а на второй этаж. Но я не знаю, видимо это. Чтоб врага запутать. Зачем? Смысл какой на второй его тащить? Непонятно. Но еще и интереснее. Вот здесь вот стеклопакеты. Кругом. Вот тут стеклопакеты. Это все стеклопакеты. С двух стекол состоит. Но это просто забор. Значит, на той стороне здание с одним стеклом. А здесь забор с двумя стеклами. Что-то тоже в этом непонятное. Вот он, перрончик там. Какой-то шестой тут у нас этот самый. Это второй этаж. Хрен знает. Две загадки в общем. Зачем здесь стеклопакет, а там в помещении одно стекло. И зачем они затащили поезда на второй этаж. Смысла вообще не вижу. Это же, ну блин. Технологически сложно, конечно. Но на хрена? Вот такая вот, блин, петрушка. Ну а я, как всегда, затупил в этом запутанном. Здание очень запутанное. Ты хрен не поймешь. Я думал, ну за сутки-то я уже его изучу. Ни хрена. Я сейчас вообще куда-то попадал. В какие-то залы непонятные ожидания. Где я там никогда не был. И сейчас тоже. Мне надо было вон туда выйти. К автобусам. На первый этаж. А я каким-то хреном здесь оказался. Ну не охота мне обратно идти. Я сейчас пойду вот эти вот, как они там называются. Лифты. Вот туда на лифте спущусь. И туда пойду. О. О, охранники отдежурили свое. Да. А заборчик большой. Стеклянный. И все это стеклопакеты. Ё-моё. Вообще капец. Так. Вот здесь я еще не был. Ну-ка. Опа. Ух ты. А тут тепленько. Так. Поехали. Поехал родной куда-то. А здесь тепло. В принципе можно было здесь торчать. Правда здесь сидеть негде. Поехали. Но зато хоть этих нету. Морд всяких. Вот этих вот. Которые гоняют народ туда-сюда. Да. Тут. Тут тепло. Тут даже розетки есть. Во. Пожалуйста. Но. Сидеть тут. Увы. Можно спальник было взять здесь просто. Разложиться. А там что такое. Что-то я не понял. Там какое-то помещение. А. Это машины там. Должны шастать. Туда-сюда. Понятно. А это еще куда. А. Мне ниже. Ни хрена себе. О. Лавка есть. Ё-моё. Но она занята. Жаль. Очень жаль. А так хипово было бы здесь. А. Ну это охранник короче. Все ясно. Вот так пасаны. Так что. Сейчас в город еду. Да. Лавка. Для охраны. Хотя здесь хорошо конечно. Я охренею Клаву. Сколько здесь охраны. Вот в этом лифтике. А их тут четыре. Сидят по два охранника. Два охранника. Им платят деньги. И неплохие деньги. Надо сказать. А. А. Платим то кто? Мы. Вот я плачу. Вот им. Это ж сколько блин народу. Это только на одной стороне. На той стороне тоже четыре таких же. Боже мой. Это только вот в этих вот кабинках. Два охранника. Ни хрена себе блин. А зарплатки то у них дай бог здоровья. Мне такие не снились. Но. Я им плачу деньги. Да. Вот. Со своего билета. А то с какого хрена тут стоимость билетов такая хорошая. Вот отсюда все. Кормим этих дармоедов. Получается. Я. Плачу. Этим охранникам деньги. А они меня за это гоняют. О. Парадокс. Я. Environment Sure hanк quiénал. Муша. Велик Ps. Эти тысячи свечения.